Говорят, вы завтрак показали, а покажите обед. Ну обед что? Молосный день. Сегодня можно мясо. Но у нас мяса не бывает вообще. Молочного что-то не взяли. Володя стряпает лепешки. Вот тесто. Вот они лепешки. Ну видно, какая она вот такая вот есть. Мягенькая. Вот она. Как это искупление. Это он берет хлеб. Это раны Христа. Ты помнишь? Да. Вот лепешки. Что? Помидоры. С луком, с солью и растительное масло. Больше никаких компонентов. Дальше что у нас? Рыба. Рыба какая-то? Лещ. Отец Павел Ермоленко дал. Я не ем, а они едят. Огурцы. Я люблю тереть. По прянику. Все. Ультроба набита. Они за счет чеснок сегодня не постарались по зубчику дать. По зубчику дать. Это компот? Да. Спрашивает каждый раз, сколько надо. Я говорю, пол кружки. Сегодня у нас 9 августа. 16-го года. Вторник. Молочный день. Мы сегодня прощаемся с Виталием. Ты что-то хотел сказать, Калиников? Большое явил непослушание, непослушание даже братьям. И мы расстаемся. Я говорю, никому бы ты ни говорил, не бойся сказать, что тебя прогнали, выгнали. Другие слова не применяй. Я был, узнал, это всех-то там зомбирует. На тебя с Куратовский выйдет, там еще тебе это, под керосин бензин подольет. Дудин какой-нибудь еще вдудеть будет. Ты не бойся сказать. Они духоносные изверги. Духоносные подлецы. Все самое святое топчут. Злорадствуют. Когда напал на остротный вздор, докажешь, ой, это тупырь, да и вот там то другое. То есть не человеческого даже нет в них, не то что христианского. Тебя отправляют. Ты приехал, побыл. Три месяца все-таки нет, два дня. Три месяца, наверное, с лишним даже, да? Когда я в конце марта приехал. Марта. Так это больше. Больше тростной недели. Апрель, май, июнь, июль. Пятый месяц. Пятый. Половина. Четыре с половиной. Ну, это неплохо. А не апрель это приехал? Мы говорили о том, какое качество. Ты говоришь? В апреле, извиняюсь, Игнать, ехать не на что. В апреле он приехал. На тростной неделе, когда она была? Ну ладно, апреле. Ну, четыре места-то есть. Ну вот, сразу же следом за вами. Что-то я кофе проглотил прям. Бумажку, ты чему-то здесь научился посмотреть? Я очень благодарен, вообще бесконечно, огромно благодарен вам, Игнать Тихонович. Ты как-то сказал, что тебя гнобят тут? Ну, я там, я не знаю, ну как гнобят? Ну, я так воспринимал это. Вот. Ну, такие фразы, как вот, мне один раз настолько мне нарезанула фраза. Прилепился к верующим. Прилепился к верующим, это какой-то, ну, там, лукавый человек. Ну, мне она вообще, как это... Второй раз тебя тронуло то, что я сказал, что я тебе не доверяю. Да. Ты говоришь, мне не доверяют. Да нет, рот не вытирай этим, чистая бумажка. Там от травы, положи. От травы печатные. Да я уже что-то заволновался. Ты видишь, как о тебе заботятся-то? Я заботу чувствовал. Сверх заботу даже чувствовал постоянно, Игнатьевич. Я тебя спрашиваю, ты сегодня говоришь, тебе даже выехать не на что, денег нет. Отослал все жене, так? Ну, да. Я тебя спрашиваю, а сколько тебе до Унска? Ты толком не знаешь, сколько? Ну, узнать сейчас. А? В интернете надо узнать. Ну, не больше трех тысяч. Все точно, откорчено. Не больше. А? Нет. Не больше. Вот тебе на дорогу, без отдачи. Посчитай. По 600, Игнатьевич. Раз, два, три, четыре, пять. У меня пенсия 6500, у меня не с чего давать. На меня ты дня не работал. Но ты был здесь, мог делать, где там пилил дрова, там шкурил. Было. Бывает у людей шкурный интерес, но пускай они едут. Шкурят. Я старался, чтобы ты нигде праздно хлеба не ел. Смотри, на липучку какой большой мизгирь попал. Вон, вот, поверь, не дай ему. Покажи. Оторвался? Да. Это сегодня я ее сделал. Не смеяться не надо. Игнать Игонич, а вот сегодня как-то вот так, у меня аж силы сегодня были копать. Какие-то силы почувствовал и порадовался, думаю, ну все, сейчас я буду копать. Ну, у меня не было такого. Всегда что-то с таким, ну, как сказать, с линцой там себя заставляешь. А сегодня аж, и я еще вот поэтому говорю, дайте я покопаю, короче. Это оказалось роковым для тебя. То есть это уже терпеть нельзя было никак. Таково. Трое непослушание. Мы это выкопаем. Без тебя копали ни одну. Ну, понятно. Ну, я не хотел же это. Я не знаю, как мне с этим, как ее, ну, как это все побороть-то. Ты должен понимать. Вот человек говорит, я не могу. Я говорю, а когда в тюрьму берут, почему ты можешь? Вот такая пигалица, как вот эта Катя у нас была, она выводит петерих амбалов. Любой ее щелчком бы загнул. И она, встать к стенке. Все встали. Встать, к стенке встать. Раздеться. Догова разденет. Раздвиньте ягодицу. Раздвинут. Она обыск делает. А почему? А там стоят с собаками, с дубинками. И она знает помощь. И эти знают. Тронуть нельзя. И они, ну, что там видно-то? Видно-то. А, шнурки! Шнурки-то отбирают, не дают. И она обзывает всех шнурки. Вот так. Значит, можешь, можешь. А я не могу без матов. Ну, как не можешь? Вот тебя взял, следователь. И ты материться больше. Еще один раз, один матерок, я тебя загну. Сволочь пузатая. Все кончилось. Я говорю, и как? Вызывает его на допрос. Одноглазый. Зэк. До этого так отсидел и говорил, Барнаул это яма. Своровал пять лет назад, говорит, ехал мимо, говорит, черт, дернул меня выскочить. Папюро скупить, говорит, и сразу схватили. Как можно было так через пять лет его знать? Ехал с женой, уже назад не вернулся. Ну, а теперь сидит, его вызывает что-то на допрос или что-то. Открывается дверь, и вот так пинка дали, а длина комнаты шесть метров. Он долетел, дабы батареи ударился, а батарея упала. Шесть метров. Это какой силы был удар? Ну, а парень-то не Володя. Я видел своими глазами. Это, конечно, беспредел. Я сразу же постучал, охранник, что? Перестать стучать! А, отец, это вы, что вы хотели? Я говорю, замполита вызовите. Замполита? Я сказал, вызвать замполита. Слышу, что-то там шушукается. Маленько погодил, замполит приходит. Капитан Ульяновский Владимир Александрович. Вот как Устинов Владимир Александрович и епископ Владимир Александрович. Пончик, поничь. Ну, пошли. Пришли. Вот после этого ко мне приходил на презентацию к НИИ после освобождения. В чем дело? Я говорю, сейчас на допрос вызывали одного. Да, он вор. Он пришел избитый весь. И вот так проводили в комнату, что батарея ударился. Да вы что? Да. Я разберусь. Это вся тюрьма будет знать. Я разобрался. Больше этих людей, которые так поступали, здесь не будет. Я лалек уже спать ложусь. А кто-то в это кормушку открыл и кричит. Отец, вставай на молитву. Что-то еще. Я портянки снял он. Зачем портянки снял? Я тебе кишки вытрясу из тебя. Вызывает начальник тюрьмы полковник Соломин Александр Семенович. Ну как, спалось. Я говорю, все хорошо, но вот такое было. Вызвал так. А-то кто дежурил? Да это был такой-то капитан. Убрать его оттуда. Все. А то в тюрьме там все дубаки, не все. И мы после перезванивали с ним. Он, да, родной мой, у него такое, родной мой, начальник тюрьмы, давал мне оттуда позвонить, когда мне сапоги нужны были. Но только несколько слов скажите. Прослушивается все. Вот как. И врагов его примеряет с ним. Ты это имей в виду. А сделать из человека манкур ты очень просто. Попал в плен и на тебя шапочку натянут. Из верблюжьей кожи с шеи. Да узнай, что это такое. Вот я тебе подсказываю. Всегда будь свободен. Независимый. Во Христе. Во Христе это раб Христов. Свобода во Христе. Это святое рабство. Павел раб Иисуса Христа. Послание. Яков раб Иисуса Христа. Петр раб Иисуса Христа. А родноверные язычники. Мы не рабы. А кто вы? Свободные? Да. Свободные от праведности, Павел говорит. Свободные. Писание знай. И ответь. А ты, я Писание не стремлюсь, звучу, усталый. Зачем такие слова говорить? Вчера она подошла из РТ-24. Это Россия-24. ТВ-24 из Москвы были здесь. Вот. Анна Апанасевна, я правильно говорю? И вот. Ну, сразу начинаешь говорить? Я вчера ей говорю, знаете, вы расспрашиваете, вот меня считаю каким-то самым продвинутым в интернете верующим блогером. Это ошибка. Я вообще ничего не понимаю. Как так у вас такие ресурсы? Да у нас целый коллектив работает. Мысль я даю. Ну, направление иногда могу показать, какую сторону. Я ничего не разбираюсь. Здесь еще, еще я сигнал. Никита, у меня не ладится. Вот, брат Никита, сразу покажи себя. И вот я говорю, вы не узнали самую главную у меня ценность всего, что вы видели. Она думала, самая ценная, пришла ко мне на дом с оператором своим Асланом и снимает все. Я говорю, не это главное. Чтобы я сидел за компьютером, там на работе, вчера пришли, там я таскаюсь ищу, а он там пилит, и она все засняли. Я говорю, самое главное, что у меня афоризм есть, ради которого я живу. Филиппийцам 1.23. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть несет плоды, как в латышеском написано, вот наавенес ауглюс. Все, что я сделал, кому раздал, все соберется ко мне в смертный час. Смерть несет плоды. Я гляжу, а она не очень обращает внимания. Я говорю, самое ценное, что у меня есть, это не 5400 роликов. Они очень ценные. Но самое ценное, на сайте 4124 ответа, которые я даю. 55 папок разложены. Меня сколько просили, чтобы разложить вопросы, разбросанные по книгам, и не найдешь. Дети где? Или про Потеряевку, или меня интересует вопрос еврейский. Я говорю, когда я умру, кто-то сделает. Не умер. Появился интернет. И пришлось засесть и заново 38 книг промолотить свои. Заново. Понимаешь? 38 томов. Каждый том 752 страницы. И распределить по 55 папок. Церковь. Свобода. Христос. Будущее. Колдовство. То есть вот такие названия. Вот еврейские вопросы. Ко библиях. 176 вопросов я отвечал. 176 вопросов про евреев мне было задано. В университетах, на радио, в воинских частях, в милиции. Это помещено на нашем сайте. Библейский православный сайт. Во свете Библии. Вот кто не знает, что вы знали. И во свете Библии я рассматриваю. Я говорю, вот что самое ценное. Я говорю, вы не против, что вас А назвать? Нас звали в деревне Нюра. Нет. Я говорю, вот Нюра самое главное, что. Это которая ТВ-24 с Москвы прилетели. Специально прилетели они. Специально. Не в Барнаул, не в главе администрации. Специально к нам в Потеряевку. Я их не хотел принимать. Уговаривал. Стращал. Вы разочаруетесь. Ничего тут нет. Мы только молимся и трудимся, как Антоний видел. Бог показал ему его со стороны. Молится, поднял руки. А сегодня удивляется. Еще руки-то поднимаете. Он поднял руки, написано. Сел опять, плетет там какие-то циновки, корзинки. Опять скачал, опять. Я говорю, вот что самое ценное. А вы об этом даже речи не ведете. Ну, велика ли это дело, лагерь. Ну, вот с вами так поступили. Ну, поступили, да поступили. Ну, нам во вред-то не было. Они побудили нас к лучшему. К лучшему. То по родине этап. А мы теперь о другом уже заботимся. Выше возьмем. Вот как. Я это я к чему говорю, к тебе советую. Кто бы тебе чего не говорил, как. Ты из всего извлекай урок. Ты думал, что тебе на дорогу деньги дадут? Ну, откуда? Предполагал. Ну, у меня денег-то нет. Ну, теперь деньги уже все. Это моя пенсия. Месячная пенсия. У меня нет ничего. Ну, вот у меня работает, видишь, какой человек. Бульдозерист. Вот сколько он проработал? Фактически. Четвертого, пятого, шестого. Вчера день. Сегодня. Ну, пол. Сегодня два часа. То есть работал один час, может быть. Остальное переезжал. Я уже должен отдать. Сегодня начальник должен приехать. 64 тысячи. Уже сегодня. А где возьмешь? 64 тысячи. Это за 10 месяцев мне надо пенсию отдать. Мой великий Бог. Ты понимаешь, как вот живем мы, доверяясь Богу? Ты это не можешь сказать. А что ты? Господи, дай мне на элементы платить. Ничего себе. Я ведь это делаю, чтобы следующее поколение жило как лучше нашего. У них все было. Вот здесь мы с тобой помнишь, там обходили Рыжевский пруд. А потом прошли его нельзя. Ты сегодня видел, как там все за... Вся эта огромная, провал, все загладили. Теперь на втором мостике мы тоже заделали. Но она одновременно является и дорогой в близлежащие районы. Села. Одновременно. Дамба является дорогой. И она уже сделана. Сегодня Больдезерисов говорит, а если я по этой дороге поеду, ему надо домой. В Барнову. Я говорю, не езди. Потому что наши проведали, там выехали. А 21 год там еще не было. Там заросла дорога, ты ее и не видать. Ты дальше-то не знаешь, куда ехать. Там надо знать, объезжать поле и вдоль лесополосы держать на высоковольтную линию. А дальше ты пойдешь. Вот научиться нужно. Вычленять самое наиглавнейшее. У тебя враги. В первую очередь о них молиться. Но враги какие? Ну вот такие. Бог силен примирить. Вот мне пишет Куракин Алексей. Он из Пятисятников, кажется. Как я люблю вас, изъясняется. А на меня напали тут. Из Куратовских. С Велодейфи. Да, Дудин из Томска. И из Куратовских меня заставляют шпионить за вами. Все, друзья нам броситься, там что-то узнавать. Их кого, кто ходит к нам, дружит. Тех, чтобы, ну, против вас и говорят, и говорят. А они мне сейчас противно, я их не слушаю. А я и не знал про это. Я просто даю самое святое, чистое. А они клевещут. Но это они. Да благословит их Бог. Они возвышают нас перед Богом. Блаженны, когда имя ваше понесут, как неугодное сыну человеческому. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Так поступали и с пророками отцы их. Вот и все. А ты говоришь, слово Божие я люблю. Что ты хотел еще сказать? Давай на прощание, а то я уйду. На прощание. Ты будешь готовиться, собирать вещи сегодня и засвета уйдешь. Придется там подождать немного на разъезде. Ты знаешь, где разъезд-то? Разъезд. На разъезд, на наш разъезд. Поезд идет. Ну, я нет. А? Меня же привезли на машине. Ну ладно, здесь ты не был в этой стороне. Тебе покажут, где. Рядом пройдешь. Мимо лесополосы. Ну, можно дойти, например, до линии. Ну и дальше ты увидишь, там где разъезд. Там видно, с этой стороны, с левой, мостик сделанный. Батюшка там сделали. Вот это железная дорога. И сейчас только вот где мы на Рыжковский пруд шли, а тут за кустами-то сразу поворот вправо. Ну да. Ну да, прям где вот кончается щебень и сразу... Да это мы ходили по ягодам. По ягодам. Вот туда. Слаги. Да, туда и иди. И теперь ты можешь вокруг, когда дойдешь, где ягода, там дальше обойти. Или прямо зайти на линию и идти. И увидишь где-то мостик. Ну, пройти там, может, полкилометра по линии-то. И там ждать поезда. А вон остановится же, да? Остановка. Мы добились ее, ее не было. Надо будет посмотреть. Тут нам Борис Немцов убитый. Вот он как раз закрывал разъезды, так говорят. Но у нас разъезд съест, а его нет уже. Не трожь нас. Как старые люди говорят, не замай. Конечно, нам помогли депутаты. Молитвы, люди молились, чтобы поезд останавливался. Если они уже убрали остановку, назад не вернуть. Они разъезд, здание хорошее стояли. Мы их взяли в аренду. Сломали все. Пьяные приехали, послали на другой разъезд. Давно-давно заброшу. Они приехали сюда, у нас сломали. По кирпичу все разобрали. Красивое, хорошее здание. Ошиблись, маленько не туда. Кирпичное. И вот здесь, Никита, будь очень бодрый. Ты только одну лепешку будешь снимать. Что тебе сейчас еще нужно, что не ясно. Проверь вещи. Чужое не унеси, свое не оставляй. Посылать никто не будет. Но у тебя там на домике ничего не осталось, где ты жил, в гостинице? Нет. Теперь здесь проверь. Ничем сейчас не занимайся. Только самим собою. С ребятами беседуйте. Может, хочешь сказать, что-то запишешь на память. И то другое. Прощения прошу у всех. У вас, Игнат Ильич. У Владимира и у Никиты. Я тебе сказал, зайти к Ня Ниле. Да. Обязательно. К Серафиме и к батюшке. Вот к троим, кому ты обязан. Серафима тебе много сказала, Гавриловна. Но остальные я это уже буду знать, я им скажу. Придешь где-то, посмотришь этот ролик. Ты, я спрошу, тебя не лишали работы? Тебе надо работать, а тебе не давали. Такое было, нет? От работы тебя отстраняли, чтобы ты не работал? Нет. Было такое, что ты ложился спать совершенно голодный, тебе не дали ни первого, ни второго, ни третьего? Не было. Не было. Ну, смотри. Что-то у тебя, я спрашиваю у всех отъезжающих, что-то, может, потерялось, не вернули, взаймы взяли. Нет. Нет. Ты уезжаешь ни на кого на сердце, ничего не имеешь? Нет. Ну, я на тебя еще буду иметь. Я открытый человек совершенно. Ты копался, ты возил там, шкурил. Благодарю тебя. Ты где мог, работал. Выносил. Все медленно. Мне это так тягомотно. Один конец не поднимает. Только бросится, схватить. А ты в развалочку паутиному. Я не могу долго это переносить. Я лучше сам возьмусь. Вот сегодня он проехал там, освободил и пень лежит с корнями. И один его сволок в сторону, пока он взорвался. Мне это очень интересно. Там на пруду мы... Ты на нем работала, если Господь позволит. Так, Володя, ты, наверное, мне лепешку дай-ка на ужин. Я не буду приходить. Так возьмите побольше. Вот этому задержу, она мне сгодится. Надежде Васильевна, выпрошу помидоры. Она сама приносит. Так, ты перед кем еще хотел бы повидаться перед отъездом? Ну вот то, что вы сказали. Серафима, не Анила. Ну вот я сказал. Кем? Батюшка. Батюшка, да. Ты только где будешь говорить? Батюшка. Говори правду. Нам не надо льстить. Не надо поносить. Говори правду. А в правде Господь волен, положит на сердце. Было что с тобой, было так. Строго с тобой поступали, не нравилось. Можешь сказать об этом. Но не прибавляй, не ври. Это на пользу не пойдет. Во-первых, ты отрежешь себе пути сюда. А может случиться так, что ты приедешь еще на том озере и будешь купаться. На южном. Где там траншеи-то копали. Где ты лопатой дерево хотел срубить. Теперь хоть знаешь, что топором рубится деревья-то, а не лопатой. Вот так. С ребятами у тебя хорошее отношение? Ну, с Никитой у меня как бы не клеились. А почему? Не знаю почему. Почему, потому что, ну как? Ну я, ну есть такое вот же, когда не люблю, ну как сказать? Ну не люблю, я вот не люблю такого типа, как Никита, людей. Но они мне не нравятся. Понимаете? Не понимаю. Почему они не нравятся такие, как Никита? Ну они какое-то вот что-то из себя изображают, а что нет на самом деле в нем. А он из себя что-то строит, вот это все настраивает. А зачем? Я вот это не понимаю. Никита уже не рабочий, а был избран, поставлен мною, воспитателем. Это большой... Да нет, это не про это речь-то вообще. Не, Игнат Игоревич. Может я и не прав про... Я ничего не говорю, а по-моему в Никите ты себя увидел. Может быть, да. Вот тогда человек по стороне... Скорее всего так и есть. Вот это особенно, когда бывает такой человек, и ты понимаешь, трудно с ним жить. И он вот такой это... А потом взял, да в зеркало посмотрел, так я против себя и воюю. Ну, наверное так и есть. Нет. Я не говорю, что он там воплощение чего-то такого. Но у меня с ним трения были. Были и... Мы с ним и... Ну, и были и нормальные, ну как сказать, по-разному. Вот. Были конфликты, вот. Были спокойные отношения, вот так. А так, что я могу сказать? Володя показал братскую любовь. Вот от Володи я постоянно ее чувствовал. А Володя все еще не учудил. Я три раза звонил, он не взял, не открыл. Я вообще этого понять не имею. Как? Вот у меня руки в глине. И в это время звонят где-то. Я быстренько вытираю. И ни разу еще не было, я такого не помню, чтобы я на звонок не нужный. И даже вредный. Я все равно открою, потому что я не знаю, что там заключено. А он знает и видит, что нужна такая. Я три раза сегодня долго звонил, он не взял на руки. Когда мы копали там? Да. Это, видимо, для того, чтобы... А я только одного звонил, чтобы уходить и все оттуда. Уходите, уходите. Кто тебя там не гнал. А я не хотел идти туда изначально. Я говорил, не пойдем давайте. Вон дождь какой идет, он затяжной. Какой дождь. Я поехал, когда чуть-чуть капелька упала только. Вы долго толплись. Ну, теперь уже говорить как о прошлом будем. Ну, ты хотел послушать, как будет задавать вопросы от ТВ-24. Ну, теперь будем смотреть, конечный результат будем смотреть. Я еще приеду Володину, еще пересмотрю, что Володя снимал вас. А мне интересно, а что они состряпают в итоге-то? Ну, да, мы не знаем. Я спросил, где, а что. Они говорят, какая там программа есть. А телевизор не смотрю, поэтому я не знаю, что за этим. А она, вот у нее были все равно такие вопросы, каверзные, не каверзные. Она почему-то видела... Сейчас, я открою, что маленько тут прохлада была. А что она видела? Она все время типа намекала, не намекала, на секту, да, Володь? Помнишь, вот, такой вопрос-то она, как-то там... Что считала, то она... Что вы такие ограниченные, там, от мира отстраненные, самодостаточные. Вот почему что-то такое вот. Ну, не обращаться в мир без нужда. Она процитировала правильно. Самодостаточным быть. Первый год, когда ничего не было, обращались, посеять, там, нанимали трактора. Сейчас все это есть. И зачем обращаться? У человека нет лестницы. Я ему сделал и подарил. Говорю, больше не ходи. Даром даю лестницу тебе. Когда у меня что-то есть, я человеку стараюсь отдать, чтобы больше он не просил. Я не только не люблю просить, я не люблю, когда просят. А так, чтобы взять, дай топор, я это никогда не дам. Дам денег, если ты, бедный такой, купи, у тебя свой будет топор, береги. Это инструмент. А чужой может утонуть, как у порока Елисея. И только ахать будешь. Ах, господин мой. Топор был взят на подержание, а вот он утонул. И рядом Елисея не окажется. И нырять трудно, и ты не достанешь. И ты... Ну, неправильно. А когда твое, значит, твое. Сама деревня меня, конечно, поразила. Тем своей чистотой. Ни одного бычика, вообще ни одного фантика даже не валяется во всей деревне. Чистота абсолютная. Потом за все время, что я тут был, ни одного, не только бранного слова не услышал ни от кого, а даже крика. Кто-то на кого-то кричит. Никто ни на кого не кричит. Все спокойно общаются. А пьяных видел? Никого. То есть я настолько это... Я больше нигде такого я не встречал, как так. Прям даже немножко как-то необычно и непривычно. Как будто не в России находишься. Да. Если это в Чечне, то все нормально. У них это принято. Никто не пьет. Не пьет, нельзя у них это. Вот, допустим, Саудовская Аравия, Тунисе. Казнь. Он будет казнем. Его поймали, пьяница? Его никто не будет лечить от кангалезма. Ему голову отрежут и все. Оттуда водка потешет. Вот так что... Сегодня я своему бальдезеристу говорю, у тебя на заднем стекле с обратной стороны, снаружи наклеена баба, на четверенькой стоит и задницу вот так и загнула кверху. Я говорю, а то зачем? Ну, я соскапливать не буду. Я говорю, ну, я и не прошу. Ну, а для чего она есть? Рядом дети ходят. Ну, видно, что это недоярка стоит. Это шлюха грязная. Развратная тварь. И она стоит, приготовилась принять любую стрелу в колчан. По лесам. Ничего. Я настаивать не могу. Когда ты знаешь путь, ты имеешь право и другим показать на него, что ты получил, служа Господу. Вчера Никита свободен там был и пилил. Ты видел, сколько на берегу кустов выпилил? Ты прошел и не видел, наверное. Нет, обратил, где березка там все. Да, да, да. Между березком это все заросшее было. Там не протолкнешься. Это он оттуда. Вот так. И подняли дамбу. И завалили этот шофер. Этот тракториста недоволен. Бульдозерист. Я говорю, надо поднять. Горбом сделать. Там, где было. Да я уже два раза добавлял. Я говорю, надо сделать. Будет осадка и взять неоткуда. Он вроде закипел. А потом все привез. Сделает как надо. Сделал все. Есть такие люди, которые говорят, не пойду, а сам пошел. И кто лучше поступил. А тот сказал, пойду, и не пошел. Христос рассказал о двух сыновьях. Так это именно так. Вот что-нибудь такое, прямо он закипит. То есть подраться с ним ничего не стоит. Мгновенно можно подраться. А я никаких. Начал он сегодня как. А я вот сзади, за руку взял. Владимир Иванович. Зато какое место будет здесь. Да вот это, вот это к чему, то другое. Мы здесь маленькие были. Здесь люди будут приезжать. Тут красота какая. Гляньте. Березняк. А дальше идут осинник. Гляньте, что он садится и делает. Я ему показываю пальцем только где. Он подворащивает. Такая техника. Я тут опрокинулся. Ну я показывать вам буду. Сделает все, как я говорю. Он закипит где-то. А я возьму, отойду и как будто отвернулся сам по себе. А он уже 2-3 рейса сделает. Вылетит и еще что-нибудь спросит. Что, дескать, я не совсем от него отвернулся. Понимаешь, и отношение хорошее. Вышел на последний объект. То есть у нас фактически мы 4 места уже работали с ним. Это 5-е. Ну как, лагерный пруд. Смотри, мы сейчас там сделали, подняли. Тут где-то забутили. Первый. Второй мостик. Рыжковский. Остался южный. Самый, ну сказать, многотрудный. И не один день будет работать. Мой адрес, телефон взял. И как погода будет, мне сообщите. Погода мне сильно мешает. Я ждал, что будет погода солнечная. И там просохнет. И до низину он возьмет. Не получилось. Теперь буду ждать погоду лучшую. Еще завтра, чтобы подсохло. Он говорит, работать нельзя. Я говорю, ну по домам. А что, я дома сидеть буду? Я говорю, других вариантов нету. А работать и дома. А вам не приемлемо ни тот, ни другой. Поэтому сами решите, что. Он сидел, звонил, звонил. Домой уеду в Барнаул. Но вы хозяин, я говорю, не я в этом отношении. Видишь, как новый человек. Никогда не видел. И уже идет работа. Еще, ребята. Поблагодарим Бога, я уйду. А вы будете помогать брату собирать. Боже, слава тебе. Милосердный Создатель. Благодарим тебя. Любящий наш Отец Небесный. Слава тебе за Сына твоего Иисуса Христа, умершего за грехи наши по Писанию. И воскресшего из мертвых для нашего оправдания. Аллилуйя. Посети убиваемых. Плененных детей твоих по всему лицу земли. Укрепи их, дабы никто не отрекся от имени твоего святого. Хвала тебе, счастье, поклонение, слава и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Христос. Володя. Вот так. Ну что, если сегодня Игорь вернется, и меня что-то там купят или как-то, я тебе дам сигнал. Володя, тебе просьба никогда больше так не делай. Ладно. Ты меня просто... Я не мог предположить, что ты из-за того, что ты работаешь и не мог взять. Не знаю от кого. Это недопустимая вещь. В Германии был, говорит, случай. Там у них князья Курфюрсы называются. А он, который над ними главный, ну, великий князь, он первый. Ну, на охоте долго был, и слуге говорит, кто бы ни пришел, не будите. Я страшно устал. Но если я сказал, не будите, я сам встану. Только уснул он. В это время прилетает гонец. Главное так, Курфюрс умер. Немедленно сейчас же скажите вашему хозяину. Сейчас же скажите ему. Что он теперь главный у нас в Германии-то? Он сказал, не говорит. Пожалеет он. Скажи ему сейчас разбуди. Он сказал не трогать. Когда он проснулся, он говорит, посол был. Сказали, что умер. Все, говорит, за это время уже избрали другого. За тобой, который ближе. Двоюродный. А ты родной был. Все. Проспал царство в буквальном смысле. Один город рассказывает, тоже там где-то в Германии. Враг оккупировал. Долго держали они осаду, но не выдержали. Все были почти побиты, раненые. Ну и одна женщина говорит, ты не убивай нас. Город, мы откроем тебе ворота. Ну разреши нам уйти. Мы много не унесем. Он говорит, каждый может взять. Сколько унесет? Больше не разрешаю. Войскам сказал, отступите. И вдруг ворота города отворяются, и выходят женщины. И каждая несет на спине своего мужа раненого. Это картина. Самое драгоценное. Бойцы были спасены. Воины прям готовы были ринуться. Они наших сколько сгубили-то? Они... Я дал слово. Никто его не может нарушить. Они свободны. Расступитесь. И они через вражеские ряды прошли, таща на себе мужей. Падая под этой ношей. И они были свободны. Видишь, какие истории нам сохраняет книга. А ты не люблю. Считай. Ты так много будешь знать. Я тебе сказал, тебе это на пользу, нет? Да. Никогда не откладывать. Никогда не зарекается. Я телефон отключаю, и ребенок спит. Ну и что? Телефона не было. Стучали в окно. Почему наша мама никогда подушкой, матрасами, окна не заставляла? Десять ребятишек. Двенадцать было. Кто-то пришел, нуждается. Марья, ты дома? Дома, мать скажет, встала. Дома. Что ты, Елизавета, хотела? Да у меня вот приехали такие, у меня ничего нет. Ты что-нибудь не дала бы мне? У меня хоть лепешку какую-нибудь-то. Дэлизавета ведь у нас совсем еще нет. Мать, гляжу, последнее потащила. А если бы не спущась, она бы не дала. И вот так телефон отключают. Этого я не понимаю и понимать не хочу. Это неправильно. Ты говоришь, что я ложусь спать. Всему миру я не нужен никому. А откуда я знаю, кому я нужен? Я только лег спать. Звонят вот это ГТРК. Ну, как называют ее? Москва. А может, вы, я говорю, придуряетесь? Может, живете на этаж выше и думаете из Москвы? Нет, нет, нет. Мы знали, узнали там. Смотрели ваш ролик. Ну, там все сказано. Зачем такое дали? Мы заняты. Времени нет. Нету времени. А что, воскресенье тоже. В воскресенье не работаем. Ну, можем мы воскресенье. Какое? Ну, они в пятницу звонили. В это. Значит, вечером звонили. Одна пятница, а в воскресенье они уже были здесь. Какая нужда их припекала? Да еще вернулись. В воскресенье, понедельник. Вот как Господь делает. Так на меня, что священники? Он, говорит, закупил за американские доллары всю прессу. Я в телевидении выступают. Меня снимают, фильмы ставят. Вы понимаете, какие это деньги? Вы даже не понимаете. Я говорю, ни рубля не платил, дорогой. А у меня еще сколько просятся, просятся приехать. Режиссер это. И батюшка ушел, говорят, ну прими, уже они все время надоели здесь. Он фильм поставит. Он займет первое место на международном киноконкурсе. Когда Богу доверяешься, тогда твои слова найдут благодатную почву. Зачем бы они просились-то сюда? Я могу назвать кто? Это Малашин Юрий Николаевич. Мозг. Его отзывали. Мозг. Новосибирская киностудия ИОП. Документальных фильмов. Вот, милый мой. Ко мне можешь не заходить, только крайняя какая-то нужда. Можешь подвернуть. Ребята, чтобы проводили. Еще раз рассказали. Вывели туда, где щебенка. Мало того, можно до конца проводить. Пройти вместе, взять с собой аппарат, что-то записать. Все, ты меня прости, Виталий. Если я тебе надоедал, докучал. Во славу Божию. Я что мог, то дал. Я знаю, тебе нельзя давать поблажки. Тебе нужна суровая мужская рука. Твердость. Чтобы и женщина, которая, жена твоя, она почувствовала скала незыблема. Она никогда не будет ни оставлена, ни брошена. Чтобы знали, здесь кремень. Ну, как профессор Преобоженский. Такая бумажка, железная бумажка. Чтобы ни один швандер сюда не зашел. И вот мне, если они будут говорить дальше, сейчас петиция там собирает подписи. Медведеву, премьер-министру по лагерю. Я скажу, Дмитрий Анатольевич, дайте мне такую бумажку железную. Чтобы ни один Роспотребнадзор близко ко мне не подошел. Сделайте исключение для одного человека. Мы лагерь восстановим в один день. Те же воспитатели будут. И наступит 46-й год. Но этого нет. Бороться с этой организацией абсолютно бесполезно. Во-первых, бессовестно. Дальше не любят никого. Никого, кроме буквы, которые им написал человек. Недружественный детям. Недружественный милосердию. А организация нужна. Правительство знает, что нужно. Смотреть за продуктами, чтобы не травили народ. Ну, не детей разгонять. А тут полиция, дежурин. Больше заниматься нечем. Ты свидетель был? Так, лепешку я забрал. А? Да, да, заберите. Ну и все. Боже, что я... Спаси Христос, знаете. Ай. Спаси Христос. Слава Иисусу. С ребятами тут будешь. Видеокамеру надо отдаст.